Пауки – пугающие обитатели нашей планеты. И хотя не стоит бояться всех их, от некоторых точно стоит держаться как можно дальше. Например, от самого опасного паука в мире, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, или от паука, парализующего конечности. Этот выпуск про этих монстров и не только. Арахнофобы, держитесь крепче! Пауки Лучше всего держаться подальше именно от этого паука. И неудивительно, ведь он был признан самым опасным пауком по версии Книги рекордов Гиннесса. Этот монстр отличается своей активностью, быстротой, а также чрезвычайно сильным ядом. Знакомьтесь, бразильский странствующий паук. Кстати, а почему он бразильский, да еще и странствующий? С первым все более-менее понятно. Этот паучок обитает в тропических и субтропических лесах Южной и Центральной Америки, в частности в лесах Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Эквадора. А странствующим он назван потому, что никогда не сидит на месте. Он, как ни странно, не плетет паутины и не выжидает потенциальную жертву. Он просто постоянно перемещается в поисках еды. Соответственно, этот паук не из тех, кто будет долго задерживаться на одном месте. Эти паучки порой проникают в жилища. Их часто обнаруживают в шкафах с одеждой и обувью, в коробках с вещами, в чуланах и на чердаках. Короче говоря, находят его там, где обычно мало света. Нужно заметить, что в народе этого членистоногого еще называют банановым пауком. Дело в том, что бразильские странствующие пауки часто селятся на банановых плантациях. Они даже могут оказаться в упаковке с этими фруктами. К примеру, в 2014 году такой незваный гость оказался в одной британской семье. Глава семейства по имени Тим был крайне удивлен. И это еще мягко сказано, когда обнаружил одну из особей в обычной связке бананов, принесенной из супермаркета. Более того, этот представитель членистоногих даже успел отложить там яйца. Кстати, если вы вдруг смотрите это видео и едите банан, то не пугайтесь. Такое происходит, но слишком редко. Тем более, что перед упаковкой бананы всегда проходят специальную обработку. О пристрастии странствующего паука к фруктам мы уже узнали. Но в основной рацион его питания все же входят различные мелкие насекомые и личинки, улитки, небольшие пауки, мыши и даже ящерицы со змеями. Первыми на человека эти пауки не нападают. Однако, если они почувствуют опасность, то, конечно, могут укусить, спасая свою жизнь. В такие моменты паучок высоко поднимает передние конечности и начинает раскачиваться. Яд паука содержит мощный нейротоксин, который вызывает потерю контроля мышц и приводит к затруднению дыхания. Кроме того, яд вызывает повышенное давление, сильное воспаление и боль. Вообще, опасность яда зависит от его количества, но одно ясно точно. Последствия укуса могут оказаться куда более плачевными, если своевременно не оказать помощь. В любом случае, запомните, что такой паук очень опасен. Когда мы слышим про Австралию, то в голове сразу возникает мысль. Да это же то место, где огромное множество самых разных ядовитых и опасных существ. Несмотря на то, что Австралия – развитая страна с кучей технологий, отличным уровнем жизни и удивительных мест, пауки до сих пор остаются одной из главных ее проблем. Сиднейский лейкопаутинный паук или Атракс робустус – наглядный тому пример. Название вида робустус переводится с латинского как сильный или крепкий. И правда, это членистоногая явно не промах. Длинные острые клыки в сочетании со смертельным ядом делают его ну просто какой-то беспощадной машиной. Длина особей может достигать 5 сантиметров. У них также практически отсутствует волосяной покров. Так где же можно встретить такого паучка? Все более чем очевидно. Они обитают в окрестностях Сиднея, где-то в радиусе до 160 километров от города. Их жилища представляют собой глубокие разветвленные норки в стволах деревьев или в мягкой почве с несколькими входами. Изнутри стенки и вход окутаны паутиной. Ловчих сетей они не ткут. Питаются жуками, тараканами, улитками, многоножками и изредка лягушками. Яд этих членистоногих очень силен. Причем у самцов он в разы сильнее, чем у самок. Токсичная составляющая этого яда, дельта от ракотоксин, вещество, которое воздействует непосредственно на нервную систему человека и приводит к временному параличу конечностей. Примечателен тот факт, что яд опасен прежде всего для человека и приматов, в то время как для других млекопитающих, таких как собака, кошка или кролик, свое ядовитое действие он не оказывает. Вообще, противоядие от их ядовитых укусов было создано еще в 1981 году. С того момента больше не наблюдалось случаев с летальным исходом, если, конечно, пострадавшие успевали вовремя обратиться за медицинской помощью. К слову, одна доза противоядия требует около 70 так называемых доений седнейского паука. А еще эти паучки могут выжить даже после нахождения под водой в течение 20 часов. Чёрная вдова Наверняка название этого паучка вы уже слышали, а научное название этого рода – Латра Дектус. Взрослый паук окрашен в черный цвет. Самки, как правило, имеют красное пятно в форме песочных часов на нижней стороне брюшка. На всякий случай запомните эту информацию. Этот небольшой, относительно неприметный паучок имеет длину всего 1-1,5 сантиметра. Самки, кстати, крупнее самцов в два раза. Кроме того, самцы не представляют опасности для человека, поскольку производят лишь небольшое количество яда. Коготки на первой паре конечностей самца слишком малы для того, чтобы проколоть кожу человека. Самки съедают самцов сразу после оплодотворения. Собственно, поэтому у этих пауков такое название. Сети черных вдов достаточно крепки, чтобы там могли запутаться даже мыши. Но основным объектом их охоты являются другие пауки, гусеницы, мокрицы и различные насекомые. Яд черной вдовы содержит нейротоксин альфа-латротоксин. Он приводит к мышечному сокращению, головной боли, тошноте, головокружению и сильным болям в животе. Нередки случаи с более печальным исходом. Но вообще черные вдовы умеют контролировать количество яда и стараются лишний раз его не расходовать. Черную вдову, бразильского паучка, любящего бананы и сиднейского ядовитого членистоногого, объединяет не только сильный яд, но и то, что лучше этих созданий никогда не трогать. Но ведь это правило распространяется далеко не только на пауков. Стоит узнать и о других опасных представителях фауны. Смотрите дальше, чтобы узнать, кого еще из мира животных лучше не трогать никогда в жизни. Желтый скорпион Агрессивный характер и токсичный яд. Вот краткая характеристика этих членистоногих. Желтый скорпион, он же израильский, он же крадущийся убийца, это один из самых ядовитых скорпионов планеты. Желтый скорпион населяет сухие и пустынные области на севере Африки, Аравийском полуострове и Ближнем Востоке. Смертоносность яда зависит от порции. Малая доза, например, причиняет лишь сильную боль. Как правило, тяжелее всего укусы скорпиона переносят пожилые и дети. Особенно опасен яд для людей, которые страдают сердечными заболеваниями. К тому же яд может стать причиной анафилактического аллергического шока. Древолаз Кто бы мог подумать, что лягушки могут быть такими симпатичными? Синие, желтые, золотые, красные в полоску, в горошек и так далее. Но знаете ли вы, что скрывается за такой красотой? Оказывается, за такой уникальной окраской скрывается их смертельная ядовитость. Древолазы населяют тропические леса Центральной и Южной Америки. Яд эти животные выделяют через кожу. Выделение содержит алкалоиды-патрахотоксины, которые при попадании через кровь в организм человека и животного вызывают аритмию, фибрилляцию и даже остановку сердца. Чтобы яд подействовал, ему достаточно попасть в кровь через слизистую оболочку или трещинки на коже. Кстати, индейцы Южной Америки взяли себе это на вооружение. Они используют яд древолазов для изготовления ядовитых стрел и дротиков. Ученые подсчитали, что всего одна такая лягушка имеет достаточно яда, чтобы прикончить 10-20 человек, так что одной особи хватит на целый арсенал индейцев. Гигантская скалопендра Гигантская скалопендра населяет тропические леса Южной Америки. Она вполне может достигать около 30-35 сантиметров в длину. Ее тело состоит из покрытых хитиновой катикулой сегментов, число которых колеблется от 21 до 23. Каждый из этих сегментов снабжен двумя парами лап с модифицированными когтями. Причем когти передней пары лап имеют ядовитые железы. Их-то многоножка и использует для защиты от хищников и для охоты. Фатальным ее укус будет для сверчков, тараканов, лягушек, птичек и мышей. Ее яд смертелен для большинства мелких животных, но и для человека он является токсичным. Сам по себе укус напоминает пчелиный. Но страшнее всего именно яд. Он грозит сильной болью в месте укуса, отеком, слабостью, тошнотой, головокружением, повышенной температурой, онемением и даже временным параличом. Улитка-конус Поговорим теперь о подводных обитателях, ведь в воде встречаются не менее опасные экземпляры. Конусы – это очень своеобразное семейство брюхоногих моллюсков, получившее большую популярность благодаря своей красоте и, как несложно догадаться, ядовитости. Улитка-конус – очень интересный моллюск, но только если вы не будете брать ее в руки, ведь это самые настоящие хищники. Чтобы поразить жертву, у улиток-конусов есть специальные зубы. Они острые, зазубренные и полые внутри. В целом, все это похоже на гибрид мини-гарпуна и иглы для уколов. Яд действует мгновенно, уже через несколько секунд жертва теряет способность двигаться. Свой обед они заглатывают целиком. Кстати, такие микрогарпуны способны проткнуть даже гидрокостюм, поэтому эти улитки представляют серьезную опасность для нырельщиков. Ареал их обитания – Индотихоокеанский регион. Этот моллюск предпочитает жить в теплых водах на мелководье. Тем самым он представляет реальную угрозу для туристов, многие из которых даже не подозревают о его существовании. Поэтому не нужно сразу тянуться к привлекательной пестрой раковине. Это может быть рискованно. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какое из этих существ впечатлило вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok